Сегодня в городской ветеринарной клинике обычный рабочий день. Кабинеты заняты пушистыми пациентами, а Юрий Пахоменко спешит на выезд. Сейчас рентгенолог уже не вспоминает о визитах к врачам и свой больничный. Теперь в его графике регулярное посещение отделения полиции. А все потому, что он, как говорится, оказался не в то время и не в том месте. Эта видеозапись с камер наружного наблюдения ветеринарной клиники уже успела взбудоражить общественность. Нетрезвый владелец кошки не совладал с эмоциями и набросился на врача, который вышел в коридор. По словам сотрудников лечебницы, с таким поведением они столкнулись впервые. Ну были как бы эсцессы, то есть там животные умирали, там еще что-нибудь такое. Ну как-то это все либо на словах просто выражалось все. Ну там в угрозах, на словах, либо в эмоциях. Ну так, чтобы с кулаками, конечно, не было. В результате драки врач получил легкое сотрясение головного мозга и закрытый перелом носа. На место случившегося прибыли сотрудники полиции, только задержать бунтаря на месте не удалось. Он успел ретироваться, оставив мертвое животное в стенах клиники. Однако уйти от правосудия все-таки не удалось. Молодого человека задержали и доставили в отделение полиции. Сейчас по факту случившегося ведется разбирательство и дело передано в районы суд. Пока хулиган отделался лишь административным наказанием. Процесс длится уже более двух месяцев, потому что необходимо сделать повторную экспертизу, чтобы определить ущерб здоровью, который получил врач. В августе только экспертиза была готова. И то, как готова. Они отправили запросы. Запросы не пришли. Они написали, что запросов нет. Вся степень тяжести нужно только определять по медицинским этим. То есть нужно самому сейчас бегать, искать и делать все эти доказательства. Финальная точка в этом деле еще не поставлена. Но уже сейчас можно сделать вывод, что данную ситуацию можно было решить мирным путем. И тогда последствия не были бы такими серьезными. Олег Завьялов, Дарья Панченко, Андрей Макаров, Станислав Лазебный. Новости на восьмом.